Этот пес выглядывал из люка каждый раз, когда выходил на прогулку. Владелец не знал почему, пока не открыл его и не был шокирован его содержимым. В маленьком тихом городке в Турции жила красивая и умная немецкая овчарка по имени Аксель. Он был очень хорош, и ему нравилось, когда его видели по соседству. Когда хозяйка выводила его на прогулку, люди часто останавливались и гладили его. Но однажды по какой-то странной причине эти мирные прогулки изменились. Однажды вечером, когда Ирена выгуливала свою собаку, Аксель внезапно остановился в нескольких лавках у мясника. Сосредоточившись на люке, он начал лаять. Он лаял так громко, что люди поблизости пугались. Ирена не понимала, почему его немецкая овчарка вела себя так странно. Он лаял и лаял во враге и отказывался сдвинуться с места или двигаться вперед. После многих попыток заставить его войти, Аксель наконец последовал за своим хозяином и оставил ручей позади. Ирена почувствовала облегчение и была счастлива, что ее собака вернулась к нормальной жизни. После этого случая они вернулись домой. Ирена продолжала беспокоиться о необычном поведении своей собаки. Она рассказала своему мужу Ронни, что произошло. Не будучи там, она не могла представить, насколько шокирующим было его поведение. Он сказал Ирине не волноваться. Аксель, должно быть, увидел в люке маленького грызуна и обрадовался. Этот ответ не удовлетворил Ирену. Но он все еще чувствовал, что должен выйти из ситуации и больше не думал об этом. На следующее утро они снова пошли гулять по окрестностям. На этот раз Ирена была особенно осторожна, потому что они пересекли один и тот же канал. На этот раз собака не залаяла. Вместо этого он сидел посреди дороги рядом с водостоком. Несколько минут он смотрел в канализацию, не двигаясь ни на дюйм. Ирена в очередной раз была удивлена странным поведением своей собаки. Он попытался заглянуть в канализацию с того места, где стоял, но ничего не увидел. После того, как Эксел встал, они пошли домой. Такое поведение продолжалось три дня, и всякий раз, когда он брал Акселя на прогулку, он останавливался у ручья и смотрел вниз. Он сидел и смотрел. Однажды вечером Ирена снова отправилась в свое обычное путешествие со своей собакой. Пока они шли к мясной лавке, животное радостно бежало рядом со своим хозяином. На этот раз Эксел остановился у канала, но не остановился. Придя в мясную лавку, Арена с радостью купила Акселю его любимые сосиски. Но когда он открыл пакет, чтобы накормить его, собака сделала то, чего никогда раньше не делала. Аксель был послушным псом и знал, как себя вести. Поэтому Ирена была удивлена и закричала от ужаса, когда он убежал с коробкой сосисок. Так как на улице было мало людей, преследовать его быструю собаку было сложно. Он начал преследовать ее, и когда наконец нашел, не мог поверить своим глазам. Аксель снова отправился в ту же дыру. Он сидел у ручья и все еще держал колбасу во рту. Он не стал их есть, а стал выливать сосиски на ветер. Что случилось с этой собакой? Задаваясь вопросом, что вызвало необычное поведение ее собаки, Ирена тихо подошла к месту. Но с этого ракурса ничего не было видно. После того, как ее собака выбросила все сосиски в люк, женщина присела на корточки и внимательно заглянула в люк. То, что он увидел дальше, повергло его в шок. Он не ожидал такого зрелища. Недолго думая, Ирена достала мобильный телефон и позвонила в пожарную часть. Через 15 минут на место прибыла помощь. Пожарные попросили Ирену объяснить им ситуацию и сразу же решили вскрыть овраг. Но была проблема. У ручья не было никого, кроме Акселя. Он угрожающе зарычал на пожарных, явно предупреждая их перезвонить. Помощники не знали, что делать. Наконец, с помощью Ирены они успокоили животное и отодвинули его на несколько метров от ручья, чтобы пожарным было удобно работать. Пожарные убрали несколько горнодобывающих инструментов и быстро убрали металлические решетки, блокирующие водосток. После того, как крышка водостока была снята, пожарные смогли поближе осмотреть канализацию. Тем временем на месте происшествия собралось несколько человек. Все наблюдали за поведением собаки и недоумевали, почему. После нескольких минут молчаливого ожидания пожарные наконец раскрыли, на что смотрел Аксель и что защищал. Пожарный залез в канализацию и что-то выкопал. Он был жив. Все были в шоке, когда я рассказал им, что это было. Маленький котенок, не старше нескольких недель. Удивительно, но на этом история не закончилась. Пожарный попал в канализацию еще четыре раза. Каждый раз, когда он поднимал руку, появлялся котенок того же роста и возраста, что и в первый раз. Вся публика была настолько потрясена, что подпрыгивала каждый раз, когда пожарный поднимал руку. Даже Ирена была удивлена. Он увидел двух котят в канализации. Для него было неожиданностью, что их было четверо. Бедные котята оставались в ручье три дня, пока их не обнаружил Аксель. Они были переохлаждены, истощены и очень слабы. Детей доставили непосредственно к ветеринару, который осмотрел животных. Потом их поместили в приют для животных. Каким образом сюда попали котята, выяснить не удалось. Возможно их выбросило в канал во время сильного дождя. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.